и мы вернулись сожалению стрима упал по какой-то непонятной причине и мы продолжаем вот такая вещь бывает абсолютно нормально ну ну просто поднимается вот теперь 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 в пост хайлайтер появился новый новый набор игр пасхалы повезло набор игр то что если вы не видели старый спидраны можете посмотреть прямо сейчас когда прогрузится я помню вот этот уровень который сейчас он проходит я проходил его очень долго я тебя понял то есть длинный прыжок да он достаточно сложно потому что у него есть всего лишь два кадра для реализации поэтому почти все что делать сейчас колесо очень сложно есть очень интересный момент в этой игре что на самом деле способность игрока определять то может ли он добраться до уровня которым будет сейчас играть это чтобы сказать так зайти на уровень вам надо получить ключ сейчас там нет не открыть те уровни для просто для скорости чтобы не тратить времени на получение ключей то что проходить было бы те уровни на 100 процентов а это any percent и скажем так если вы не можете добраться до уровня то значит вы еще не готовы к нему я очень долго не мог добраться до уровня а потом когда научился отпрыгивать от наклонных шипов я решил запрыгнуть на этот уровень я попал и вот это вот это место как раз где находится на классе под которых я отпрыгиваю я только что вы прилетели я попал на уровень который находится там сверху и подумал да я готов я же терять шипов умею прыгать я застрял на первом экране на минут 50 наверное просто вот я рисовался 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 рисов и так не прошел турнику слышал я пошла просто к нему не готов если вы не можете добраться до вы не познаете что вы не готовы к этому уровню и так про игроков он сказал то что можно загрузить из игры реплей игрока с первого места это что когда кирилл когда-то играл в эту игру он потом горд с собой что он прошел сложный уровень загрузил сложный загрузил демо у первого игрока и ему не захотелось больше не смотря на это как бы игроки и очень дружелюбные они часто появляются даже где только возможность вы зайдете на редит по этой игре например и вас радостью с вами поболтают и помогут вам в освоении трюков первый раз даст форс но я устремился пару раз ко мне в первый же день зашло несколько человек в том числе некоторые говорили говорили мне как лучше делать а это все почему происходит а у них там даст форс стоит на версии как только появляется кто-то со стрим до хвоста не сразу в топ кто стримит давайте посмотрим у них все обычно у вас на таких сетках добавляют игроков то есть не просто если начинается игра какого-то вида ну это как что тебя добавили и тогда твой стрим будет светиться да у них а у них просто светится все стримы до сфорса как на твиче если подписаться допустим на определенную игру значит что пройти игру можно быстрее даст форс это немножко означает другое это просто пройти всего на песенка играет уже всеми открытыми дверьми иначе это было бы сто процентов а сейчас кстати мы видим у какая тут проходит за пределами уровня просто пропустить полу уровня сделать прыжок который он сделал начале очень проблематично просто то что среза полуруя не обратить внимание вообще технически правильного было называть это сто процентов но просто из логики что эти проценты обычно быстрее смысле лари просто такой вот это же лавал наш по сути идет он просто проходит все уровни может быстрее без собирание всей всей грязи на уровне то поскольку он не открывает ключи не открывает двери они уже открыты то есть теоретически уже не не прохождение с самого начала нет он проходит игру самого начала потому что если бы он приходится начало это было бы сто процентов он бы не смог открыть некоторые двери если не было до этого на сто процентов это две официальные категории утверждены именно эту комьюнити первое это сто процентов а вторая это и не персен то есть и просто вы бегаете пару не проходить даже у каждого уровня свое собственное время как принципе таких игры как думали и сейчас хотя разработчик разговаривает о том что значит самом деле мир мир даст форса на то есть лор на самом деле очень обширен и не вам никогда не рассказывается сюжет вообще не когда просто начинаете игру вас только обучают начальным трюкам и все это начинается игра и когда вы бегаете по разным местам и чистите места вы можете вы можете скажем так остановиться на секунду это уровне и оглядеться также здесь очень много скрытых мест и когда ты их находишь происходит странные вещи я например находил несколько раз скрытые места и там появлялись какие-то буквы яблоки и очень странные очень вещи происходили вот сейчас про яблоки говорят ну-ка вот откуда яблоки появились сейчас прошли разработчики это очень смешно мы как-то один раз апдейтнули через три месяца мы добавили левел дизайнер и мы добавили все эти яблоки потому что мы типа а и потом люди заметили яблоки раскинуты по всем зонам я не спросил ой это же потому что мы добавили мак-версию и они даже не знали откуда там эти яблоки оказывается что кто-то из левел дизайнеров пока игрался с редактором уровней распихал эти яблоки а нечего делать по всем локациям все подумали что это было приурочено к релизу на маке и после этого появились дополнительные режимы игры где вы можете сразу друг против друга контролируя разные зоны и или сражаясь в гонке или сражаясь просто в обычной битве вот это дополнительные моды которые добавили разобочки с одним из обновлений и они убрали один из модов когда они сказали они добавили из четырех хотели добавить пять и эта игра в принципе была вдохновлена смеш сам я забыл что эта игра была вдохновена смеш известный известный файтингом от нинтендо и как бы странно это не выглядела то что не выглядит игра как про smash brothers разработчики решили так и есть поэтому они хотели сделать обязательно мод где можно просто драться и в принципе его выпустили но не выпустили мод где надо контролировать зону используя грязь и так далее и по поводу яблока и так они добавили мультиплеер через пару дней по поводу его покатать добавить специальные я вы которые пригодились и в итоге через какое-то время они скажут решили отложить мультиплеер на потом и никогда к нему не вернулись и вот эти яблоки у нас остались от новость воды 7 можно играться потому что их можно аскардак джаглить ими джонглировать мета их по уровню и так далее то есть можно поддерживать их воздухи самим им летать вместе с ними и все такое мы просто раскидали по уровню по просто причине что как мы выкинули из моды решили что это будет приятно дополнение секретами и в это вы не персцена до створте есть очень интересные места где можно скипнуть очень большие места и когда если вы очень много меня за один раз про пусть и очень много места и игра не поспеет за вами тогда вы помрете но иногда мы используем абью смерти чтобы когда мы умираем вы сразу же использовали чекпоинт который находится намного ниже в игре есть очень много боевых уровней тоже делал надо не просто очистить карту побить их врагов и на самом деле так мы проходим на сто процентов просто вопрос объем как можно больше раз одного врага используя супер и заканчиваем уровень супер это когда он начинает скакать вот как сейчас и вместе поглядя с франкерзи комьюнити этой игры очень дружелюбные и разработчики очень часто с комьюнити разговаривают и все партии в принципе направлены на комьюнити вокруг этой игры они на обычных казуальных игроков потому что игра ни разу не казуальная не менее народ вокруг нее собралось очень много и и разработчики говорили что там нет к сожалению мы не смогли добавить очень много фокуса на антен добавить очень много боев потому что сфокусироваться на боя было бы неправильно в этой игре тут все-таки больше специализация на том что это платформер и на скорости мы пытались добавить как-то раз несколько арен но они к сожалению были и сам лучшим образом выделялись среди всех остальных уровней интересная суть по интересная вещь по поводу им говорят очень много слова интересненько вы мне говорите что это у меня слово паразит интересно я перевожу как есть в любом случае в зависимости от спидранера арена очень сильно отличается прохождение если будете крутить разные реплеи во время прохождения той или иной арены вы увидите что каждый спидранер использует свою тактику и эта игра позволяет вам сами учиться со своей скоростью то есть когда вы учите то есть когда вы учите техники вы на понятие быстрее и вы стать быстрее именно так как удобно вам и поэтому очень многие игроков которые начинают учить эту игру придут привносит новые новые техники которые используют уже спидранеры по всему миру и так ставятся в мировые рекорды по этой игре да и как уже говорил до этого тезура почему когда он доходит до последнего самого монстра или момента в игре он вместо того чтобы дожидаться прогрузки экрана он нажимает старт и выходит из уровня то что быстрее он бы это делал или он бы это тоже делал потому что уровень заканчивается тогда когда вы слышите такое замедление аудио под конец я могу сейчас сделать погромче для стрио специально и сейчас они услышат в конце только звук замедления чем выйдет а там и картинка в принципе тоже замедляется буквально повисает в воздухе после ну да вот это принципе есть и кстати техника с спуском со спусками на самом деле не была задумана оригинальная игрой на самом деле она была случайно имплементирована в игру то есть то что игрок может ускоряться от спуска это был случайно я очень не любил уровне где есть вертика очень много вертикальных мест и то есть на потолке все висит и надо достать я очень любил уровне где где все раскиданное как надо выбрать маршрут но это в этой игре вообще нет никаких подсказок ты должен сам учиться то есть в этой игре ты просто учишься сам и все то есть тебе никто не поможет из только комьюнити или какой-то туториал видео но сам и вот так сейчас не говорят о том что комьюнити для этой игры развилась просто божественно каждый грубо говоря почти каждые месяцы спидран тактика для разных пор не меняется сильно потому что игроки находят некоторые вещи просто играя казуально в эту игру и даже не спидране на спидране иногда его то что они рассказывали про стрим почему как у меня например на стрим бывали люди из даст форса и почему зора были и что когда вы будете стримить даст форс к вам обязательно придут ребята из комьюнити даст форс и бы предлагать помощь смотреть и всячески вам помогать то есть это достаточно дружелюбная комьюнити она всегда готова вам против другу помощи социальные проблемы с игрой и таблица рекордов как говорит разработчик мы вели на самом деле за три недели до релиза игры у нас заканчивается время и мы всегда хотели таблицы но у нас просто не хватало времени и мы сделали соло игру которая бы чувствовалась как мультиплеер для башни как и до этого я говорил долго пытались нести мультиплеерную часть на них это не выходил и мы рады что мы добавили же таблица и учитывая что именно благодаря тому что они внесли таблицу в эту игру создался такой комьюнити касал разработчик мы очень рады что не говори и разработчик говорит что на самом деле в данный момент игроки намного дальше разработчиков потому что мы даже не успеваем следить за таблицами рекорда потому что как только нам буквально в email сообщи что тут обновил стаблица рекордов тут нашли новый глищ тут надо исправить вот тут нас не хватает анимации и так далее и так далее все игроки находят намного быстрее и это единственный уровень кстати который сделал разработчик торчист на связи и я сделал в таблице в таблице в таблице в таблице в таблице только что от начала лава к сожалению не читаем и не чтобы вычитать Основной чат? Но... Если ты там сидит, то интересно. Потому что на ESA обычно кто-нибудь в чате сидит. Рип 80 тысяч, ну, прям, не знаю. Игра очень ламповая, на самом деле. Из-за своей музыки, особенно в этой игре можно залипнуть на несколько часов из-за того, что... Просто из-за музыки. Я не знаю, где они нашли этого человека, но они наняли для этой игры одного, по-моему, самого лучшего композитора, который я когда-либо слышал. Его зовут Терренс Ли. Его музыка просто шикарная. Он взаимодействует с этой музыкой. Ой, да, с этой... Эта музыка взаимодействует с этой музыкой. Он нот бэд, вообще нот бэд. С этой игрой. Это хороший микс. Ха-ха-ха. С этой музыкой. Как вы видите, сейчас он опять использует отпрыг от шипов. И как вы видели, если он не успевает нажать кнопки в нужный кадр, то он отпрыгивает. То он умирает моментально. Да-да. Я пойду на это. Ох... Это жаль. Эта музыка взаимодействует. Да, это... Я думаю, 3 пикселей. Это немного легенда, чем... И они, скорее всего, нажали паузу. Поэтому, когда они отожмут кнопку, то продолжатся с этого времени. Обычно, если нажать... Типа стоп, то подобные таймеры продолжают вести тайминг. Но если нажать паузу, я не знаю, что будет. И вот то, что они рассказали... Если это жмешь, то все вернется на месте. Угу. То, что рассказали ребята, что... Шипов, на самом деле, всего лишь 3 пикселя. Есть на то, чтобы отпрыгнуть от них. А, и часто рассказывают о том, что хитбоксы на шипах, на самом деле, чуть меньше, чем у вашего персонажа. И они идут до самого угла. И если вдруг шипы находятся на какой-то квадратной поверхности, и есть как слева, так и справа, грубо говоря... Ну, они сходятся где-то на углу, то вы можете встать на этот угол с персонажем и продолжить движение. Это очень часто используется, как раз, в 100% предхождении в таком. Я бы уже сказал, насколько мы далеко уже в игре. Таймер не даст мне сказать этого. Мы далеко в игре, сейчас я вам скажу. Учитывая, что он проходит уровень не в определенном порядке, в том, как ему удобно, то есть это обычный маршрут. И сейчас это один из, по-моему, пятых слов. А тут всего шесть миров. И это... точнее, тут всего четыре мира, и вот это сложные уровни третьего мира. Очень хорошо. Таймеры сновидные, а там обычно есть кнопка на паузу. Не странно, что эти таймеры считаются нестопальными. Вот это быстро было. Он сейчас мне рассказывает о том, что просто переход персонажа из... не очень, ну, изначального состояния в супербыстрый, как вы сейчас видите, за персонажами едет такая тень. Потребовало пять тысяч линий кода, как говорит скриптер этой игры. И, на самом деле, можно было сделать проще, но мы сделали это суперкинно заковырить со способом, что в итоге очень повлияло на механику игры. Китай код. И вот сейчас я рассказываю о трюке от прыжка, от прыжка, от шипов, которые находятся на спуске, которые 45 градусов. Это игра на ПК, по-моему, есть снег из бокса. Это игра только на ПК и... Только на ПК. А потом она сейчас выйдет только на PS Vita и еще на что-то, я уж не помню. А, нет, она есть еще на PS3, извиняюсь. Я помню, есть она на Xbox 360, но на PS3 она есть как-то в видеомагазине. Но на ПК вышла именно Dust Force DX, версия обновленная, поэтому, если вы хотите где-то поиграть, я советую вам поиграть именно на ПК. Она, это играет в стиме, она стоит копейки. И я, скажем так, сначала долго смотрел на эту игру. Ну да, да и у нее сейчас есть скидки. И это он за копейки тоже взял. И это означало, что люди могли сделать очень интересные кастом-левелы и что-то. Так что мы оставили. Он там был бушер-бандл, где были цепи. Угу. Угу. Момент, который столкнулся я в том числе. Когда вы доигрываете до вот этого места под названием... Эммм... Убежище. Мягко говоря, обычные казуальные игроки начинают просто ходить с ума. Потому что, как только вы думаете, что вы научились играть, это... Этот уровень просто рушит все ваши мечты и надежды. И был очень сложный трюк. И что этот прыжок делает... Ой... И почему убежище является таким сложным уровнем, говорят разработчики, это потому что... В нем очень много маленьких платформ. И... Скажем так, надо медленно... Надо остановиться и очень медленно проходить этот уровень. Но, к сожалению, это не абсолютно точная платформа. Ваши персонажи часто скользят, и вообще все рассчитано на то, чтобы двигаться быстро. И люди боятся идти... быстро по этому уровню и проигрывают на нем. Вот. И на самом деле, вам надо, грубо говоря, откинуть страх и пройти этот уровень намного быстрее. И вот на вот этом месте я погибал столько раз, чтобы перепрыгнуть просто до этой двери. Когда я не дошел, я не смог пройти этот уровень. В этом уровне очень, очень... странный дизайн. Как говорит сейчас спидранер, вход на этот уровень намного сложнее, чем сам уровень. Я не соглашусь. Я не смог пройти даже вот до сюда, где сейчас он находится. Теренс, который написал, оказывается, музыку к этой игре, сделал этот уровень. Большое спасибо Теренсу. У тебя, конечно, классная музыка, но твой левел дизайн отвратительный. На самом деле, этот уровень был очень легким, и Вудли, главный создатель этой игры, пришел, и, скажем так, немножко доработал этот уровень напильником. Поэтому этот уровень сейчас является одним из самых сложных. Я напомню, что на Deathforce DX жертвовали деньги на благотворительность, но для Deathforce DX была специальная цель, самый сложный уровень в игре, и его он сейчас обязательно покажет, потому что благодаря этим мы достигли этой цели. И вы поймете, насколько эта игра, кстати, может быть брутальной. У Кейта Зура тогда... Да нет, я в принципе нормально смогу докометить, там будет больше, и очень страшно. Итак, и сейчас они рассказали еще об одном дизайнере, который есть в этом игре, это девушка, и она сделала один из самых легких уровней в игре, о котором говорил разработчик. И когда он начал делать этот уровень, он вышел очень легким, всем он нравился этот уровень, потому что он неплохо подходил для новичков, и тут неожиданно приходит, опять же, главный директор этой игры, и вносит свои поправки. И после этого уровень стало настолько сложным, что даже сама создательница этого уровня не смогла его пройти, к сожалению. Не волнуйтесь, во время... Во время того, как остановился первый таймер, они, я думаю, запустят второй, и в любом случае следят за временем. Такого не бывает, чтобы они не следили за временем. Сюжет игры как такового нет. Это как в Dark Souls, как бы это странно не звучало. Вы его... Вы начинаете игру... Вы начинаете игру, и... не знаете, куда он делал, что он делал. Вы только учуете пару трюков, все. После этого там... Вы можете узнать лор, скажем так, вокруг этого мира, просто останавливаясь, наблюдать за какими-то местами, на бэграун и так далее. Ни одной надписи в игре нет, если что. В разы легче Боши. Ну... Ха-ха... Я бы посмотрел, как люди играют в эту игру. Даже те, кто играл Боши. Некоторые уровни, я считаю, тут более непроходимые, чем Боши. И в Dark Souls, я не говорил, что в Dark Souls и нет, уже сказал, что там есть. Ааа... Этот уровень, очень сложный тем, что вы начинаете сразу в воздухе, и падаете на ШП. И если вы сделаете что-то неправильно, еще вот этот момент более сложный, чем в самом уровне. То есть, добраться до самого уровня, оказывается очень сложно. Достигнуть этого уровня считался невероятным, считался долгое время невероятным в сообществе с Deathforce, пока не нашли одну из специальных техник, чтобы допрыгнуть до этой зоны. И Спидерар сказал, что он никому не советует использовать её. Я не могу подтвердить их, потому что я не посмотрел, чтобы увидеть действующие ценности. Но, что происходит, часто, с проблемами, это просто ровно. Например, когда вариабль идёт один путь, он ровно к определенному номеру. Или, если это негативное, то есть... Иногда, если вдруг у вас персонаж начинает свистеть себя неадекватно, как он говорит, игра полностью зависит от ваших движений, то некоторые моменты в игре... Это сложный Nexus, мягко говоря. Вы открываете этот Nexus только если вы пройдете все двери в игре на SS. То есть, грубо говоря, это как последний уровень мидбоя, когда вы проходите на 106%, как последний мир мидбоя, только сложнее. Сначала они сделали только один сложный уровень в Death Force. Гига? Да, гига-дифкулт. 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 И когда вы прошли этот тур, и вам бы дали один единственный ачимент во всей игре. Я думаю, Матт решил это. Он мне отправил е-мейл, рассказывал... Найс! И то, что он сейчас сделал, то, что разработчик сказал, что это не работает, вроде бы, и тур у него. Вот тут он сказал, что это работает. Показал ему. И на самом деле там очень-очень маленькое окно, чтобы попасть в него. И как вы видите, суперсложный уровень называется гига-дифкулт, мега-дифкулт, экса-дифкулт и так далее. Вплоть до самого терра-дифкулта. Если вы играете на разрешение в 1920х1080, вам дают всего лишь 3 пикселя для того, чтобы попасть в это расстояние между шипами. То есть 3 пикселя на самом большом разрешении экрана. Ужас. Поши сразу же после этой игры. Сейчас он тут специально убрёт для того, чтобы появиться наверху этого платформы, что сохранит немножко времени. И он почти дошёл до самого сложного уровня игре. Это гига-дифкулт. Как вы чувствуете по поводу вертикальных спусков в этом уровне? Потому что, как видите, вертикальные спуски находятся на потолке. Как это проходить, для меня загадка. Я не представляю, как сейчас играет Callistus. В том, что спросили у разработчика, как вы себя чувствуете делая такой уровень? Вам не стыдно вообще? Он снова говорит, что это главный дизайнер пришёл и просто сказал, что игра недостаточно хардкорная. И, по-моему, здесь он сказал, что им пришлось добавлять даже специальные гравитации, чтобы пройти этот уровень. И теперь Yota Difficult. Yota — это ник самого лучшего игрока по Dust Force. И сейчас он с первого же раза попал в один из самых сложных чекпоинтов. Это самый сложный уровень тем, что в нём присутствуют абсолютно все самые сложные вещи в игре, которые можно только представить. И всякие отпрыгивания от шипов и бегание по потолкам и так далее и так далее. Понятное дело, что этот уровень суперсложный. Даже для марафона этот уровень суперсложный. Сейчас он попал снова в очень маленькое окно пикселей. Сейчас вы видите, это, наверное, первый и единственный клип в игре, который я видел, наверное. И вот этот уровень не все могут пройти. И у Колистиса есть самая лучшая стратегия для падения, которую он не видит. И вы просто не услышали это. Во время падения он нажимает очень быстро лево-вправо и каким-то образом это работает. Он присутствует на платформу, которую надо. И это самый последний чекпоинт. И самое последнее понятие. Как видите, на этом уровне даже нет музыки, чтобы вас не сбивать. А точнее он пропустил триггер на музыку. И как вы видите, уровень превращается в что-то невероятное. Найс! Вау! И таймер! Время! Знаете, даже что же вы времени показываете, я могу сказать, это просто было приятно наблюдать за этим. Не совсем. Да, извините, ребята, у нас был технический вопрос с таймером. К сожалению, у нас была техническая неполадка с таймером, и он бомбил. А рекорд выгорчил. Итак, то есть за 42 минуты на сайт пришли, потому что звонок в скайпе длился 42 минуты. Нас заняли вся, скажем так, вся суть этой игры сводилась к тому, что вы должны найти самый сложный уровень. И оказывается, когда игру обновили до DX, когда я вам рассказывал, что ее портировали на компьютер, что яблоки, на самом деле, должны были вам рассказать, какие надо ввести буквы, чтобы... Когда вы бьете яблок, появлялись буквы, надо в какие ввести буквы, чтобы появился самый сложный уровень в игре. Это еще не конец, ребята. Сейчас мы увидим самый сложный уровень, который даже не все видели. Его видели очень мало людей. Добавленный момент, что когда DX только что вышел, мы решили зараутить игру по самому интересному проценту, это найти все яблоки. И благодаря именно всему комьюнити мы смогли найти все буквы и поняли в каком порядке их расставить, чтобы найти этот уровень. И так, это самый сложный уровень, который когда-либо существовал. Это уровень. Как вам, например, вот это место, где он сделал зип с помощью одного единственного пикселя, который ему был доступен? Я не знаю, куда он вообще летит, или не понимаю, что происходит. Этот трюк очень сложный, хотя мы просто говорили, что он рандомный. На самом деле мы говорили, что он невозможен играть за Дасмена, то есть за кого он сейчас играет. Это единственный уровень, который создает виртуальные враги, так и враги из леса, ну то есть враги со всех зон. Ну, мягко говоря, это сложный уровень. 36 людей уже закончили этот уровень. Это номер. Это ни разу не дружелюбный уровень. Я хотел бы на самом деле сказать просто реплей этого уровня. Но потом я спросил, почему бы и нет, и решил поиграть в этот уровень. Потому что я думал, что я его не пройду, и сейчас мы проверим, смогу ли это сделать. В этом уровне есть миллион брутальных чекпоинтов. Они прошли игру где-то за 42 минуты. Да. Если вы интересны, вы можете выбрать тролль, а здесь, тут зависит от вашего навыка. Вы можете посмотреть, как кто-то собрал... Да, кстати, сейчас, если мы закончим уровень, мы посмотрим обязательно реплей. Тех людей, которые закончили этот уровень на SS. Только три человека во всем мире прошли этот уровень на SS. Ребят, три человека в мире, подумайте. Просто вот это число. Мы просто прошли только три человека в мире на 100%. Мы спросили несколько людей в комьютии. Они обнаружили, что мы сделаем этот уровень. Потому что мы поставили несколько маленьких снимков. Да, следующих будет больше. И они не очень любили эту идею. Я не знаю, почему. Так, вместо того, чтобы поставить его в основном нексусе, и сделать это часть спидрона, чтобы закончить игроком, мы сделали это как-то отдельно. Как видите, везде валяются яблоки, которые можно использовать для того, чтобы парить, мягко говоря. Потому что каждый раз, когда вы бьете какую-то вещь, вы перезаряжаете свой прыжок и также двигаетесь вперед. Да, три-шесть человек играл всего лишь от уровня, потому что он слишком сильный. Итак, сейчас мы увидим... Нет, три-шесть человек просто играли в этот уровень. Три прошли на SS. На самом деле мы еще спрятали все буквы в левел-эдитер, потому что подумали, что яблоки очень хардкорно. И мы добавили абсолютно все моменты... Да, это не сложный чекпоинт во всей игре, который есть. Давайте посмотрим, как это прошло на SS потом, потому что... Как бы и мы не посмотрим, а она покажет реплей, если он сможет пройти эти туры. Я очень надеюсь, что он сможет. Давай, чувак, ты сможешь. И там на улице мы слышим копов. Я уверен, что они будут арестировать на этот уровень. И сейчас, как вы слышите, копов, они едут сюда к дизайнеру этого игры. И... О, они сейчас едут, что дизайнеры этого уровня. Я не знаю, что я первый раз попробую, но... Да, эм... Чекпоинт здесь, для этого дизайнера, это вообще против стены. И на первую очередь, когда я приехал, я не пошел до стены, потому что я не думал, что это не важно. Так... Это было не круто. И тут абсолютно... Вам нужно попасть в точный пиксель. Ну, просто думайте сами. Вау! 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 Боже мой! Пять минут! Пять минут! Это очень круто! Что, вы не покажете реплей? А-а-а-а! Пять минут вы потратите на этот уровень. Я не знаю, я, наверное, если потратите несколько недель на этот уровень, я его не покажу. Хорошо, это был Dust Force. Это был Dust Force. Покажите нам этот уровень, боже мой. Покажите, кто его прошел на эссене. На самом деле, прежде чем мы выйдем, у меня есть подарок для тебя. И это время на твоем стриме, у нас был небольшой разговор о том, что ты сделал, когда ты сделал кое-какие вещи в детстве. И я подумал, что я тебе достал кое-какой специальный подарок. Я надеюсь, что ты объяснишь, что это такое. Нотелла, что ли? А-а-а! А-а-а! Рик Чоколит Спред. Всю свою жизнь он жил в Греции. И он снимался в рекламе. Он снимался в рекламах разных продуктов. И одна из реклам, которую он сделал, это была реклама для этого нутелла. Ну, Телла, местный Греции скажет так. А-а-а! И то, что надо было... И мягко говоря, что ему надо было сделать, размазать полицей. А-а-а! 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 И все, это был... Ух, а теперь нас ждет Боши с Витвиксом. Безумие. И пока они читают все эти пожертвования, я, пожалуй, отойду в 2 секунды. Потому что это был достаточно технический скеперан, и он был классный. Не Боши, Винкс оф Вай, я что-то запутался совсем. Винкс оф Вай, я все время планирую порядки чего-то. И в данном случае будет Винкс оф Вай, очень крутая игра, от Адафи и Боши. В принципе, одно и то же. Продолжение. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...